Анастасия Строкина, Савиный волк, глава 3, 22 июля, конец полярного дня. 22 июля волк сидел на берегу, следил за птенцами овсянки и все знал о каждом растении и жуке, о крошечной полевке и умном медведе, о птицах и рыбах, о камнях и воде. Он знал то же, что и все остальные, только он знал первым. Боба внимательно посмотрел на меня, медленно опустил веки, медленно поднял их и спросил. «Тебе грустно?» Я кивнула. «Холодно?» Я снова кивнула. Потому что, несмотря на то, что все еще было лето, то и дело шли дожди. Тучи как будто всем брюхом ложились на крыши, а ветер обрастал колючками, пока маленькими, но к осени они станут такими острыми, что лучше бы с ними вовсе не встречаться с этим ветром. «Одиноко?» «Да». «Значит, ты еще совсем не понимаешь, север», — вздохнул волк. «Как ты вообще тут оказалась?» «Я здесь не оказалась. Я здесь родилась. Вон мой дом. Я махнула в сторону серого кирпичного здания. Значит, мы оба родились за полярным кругом, только по-разному видим одинаковые вещи. Это, пожалуй, и хорошо. Это даже отлично. Что мы так не похожи, потому что мне вот никогда не бывает одиноко, даже когда я один. И всегда интересно, даже если никто не читает мне на ночь сказки. Ты же понимаешь, что мне никто не читает сказок?» Сложно представить себе того, кто решился бы прийти в волчье логово и читать сказку ему, серому когтистому хищнику. Разве только другой совиный волк. Но здесь, на все округ, он был такой один, разъединственный. И к тому же ему не нужны были выдуманные истории. Ему было интересно жить и так. «А ты можешь научить меня видеть по-волчьи тоже?» — спросила я. «Это не так-то просто, как выучить чужой язык. Например, язык саамов. Я знала, что в этих краях живут такие люди, саамы. Они разводят оленей, зорко поглядывают вокруг раскосыми глазами и говорят на странном языке. «Вот ты, знаешь, как зовут эту реку?» — поинтересовался волк. «Печенга», — уверенно ответила я. «Что-что о названии реки, у которой родился, знает каждый. И что, по-твоему, означает это слово?» Я никогда раньше не задумывалась, что слово может означать что-то еще. А так как название реки всегда казалось мне теплым и трескучим, как огонь, я быстро сообразила. Оно означает «печка» или «печенье». Последний вариант мне особенно понравился. Вот и нет. Я же говорил, это не просто. Чужая речь. На языке саамов наша река называется «Сосновая». «Ничего себе!» — подумала я. Хотя сосну, конечно, можно сжечь в печке, будет тепло и трескуче. И можно на этом огне испечь печенье. То, что связь все равно есть. Но пусть сосна лучше растет в себе и смотрит на реку. Я все равно хочу научиться видеть по-волчим. Хотя бы попробовать!» — настаивала я. «Хорошо», — согласился волк. «Давай сначала. Вот это — север. Вот это — река. Вон там — подальше. Высокие холмы. Правильно?» «Ну да». «Ну нет», — зарычал волк. «Это взгляд чужака, который едет на поезде и видит в окне реку и сопки. Потому что север — это крылья, лапы, копыта. Потому что река — это планета. А сопки — это дом. Раз ты здесь родилась, ты должна это знать. Чувствовать». Волк не на шутку разошелся. Он хотел мне все рассказать, все показать, наделить меня другим зрением, которым я смогла бы иначе увидеть наши заполярные земли. С тех пор все, что я знаю о севере, я знаю от совиного волка Буба. 22 июля — последний полярный день. Солнечное время понемногу пойдет на убыль, уступит место полярной ночи. И утром будет темно, и днем будет темно, и ночь никак не настанет, потому что никак не закончится. «Но это несправедливо», — возмутилась я. «Почему у других нет полярной ночи, а мы должны жить без солнца?» «Потому что другие не знают, что такое полярный день», — спокойно ответил Волк. «В природе и в жизни свои законы. Всем дается разное и неповторимое. Если ты не умеешь ценить то, что у тебя есть, как тебе сможет понравиться что-то еще?» «Я подумала, что и в самом деле полярная ночь, как и полярный день, это что-то совсем незнакомое и непривычное для очень-очень многих. Но им дано другое — непривычное и незнакомое мне. И может, какой-нибудь островитянин, облокотившись оба-абаб, или мексиканец, или вообще туземец укратко мечтает, вот почему у нас нет полярного дня? «Почему у нас так быстро темнеет?» «А я помню, что на юге быстро темнеет», — папа рассказывал про далекие жаркие страны. Наблюдение за северными птицами 22 июля жизнь в Заполярье еще совсем летняя. Но перелетные птицы уже собираются на зимовку в Европу и Африку, и скоро закричат, захлопают крыльями, засуетятся, улетят. Буба очень любит птиц. Любил, но не есть, а изучать их, наблюдать за ними. Любил перелетных за то, что они всегда возвращаются в одни и те же места в течение многих лет, за то, что не боятся короткого северного лета, и научились особенной дружбе. Да-да, на севере перелетные птицы строят свои гнезда близко к друг дружке и высиживают яйца, поглядывая на соседей. Ну что, утка, сколько яиц греешь под пером и пухом? Сколько не грею? Все мои. Правда, больше 16 яиц в одном гнезде и не встретишь. Количество не главное, заявил волк. Главное в птичьих яйцах. Что? Я понятия не имела, что там может быть главным. Да и разве может быть главным у птичьих яиц? У птиц, понятно, крылья и голос. Но у шариков из скорлупы главное, большие они или нет, ответила я, потому что нужно было что-то ответить. Я чувствовала, Буба не любит, когда на его вопросы не отвечают. Конечно, нет. И в жизни людей, и в жизни птиц значение имеет кое-что гораздо более хрупкое и тонкое, чем рост, размер и количество. Ты же не можешь сказать о человеке, какой он, зная только, высокий он или низкий. Я видела тогда немного людей, потому что в нашем воятном городке людей вообще было мало. Я успела заметить, что один радостнее, а другие суровее. Одни машут и улыбаются, отправляясь на аэродром, а другие резко и быстро проходят по двору в сторону самолетов. И никогда улыбка не связана с ростом. Так вот, первое, на что нужно смотреть, это цвет, объяснил Буба. Именно цвет яйца расскажет о будущем крылатом существе. Если яйцо белое, значит, на свет появится тот, кто живет в норе или дупле. Это, наверное, бойки и веселые птички, решила я. Подумать только, жить в дупле. Там можно устроить настоящий дуплистый переполох. Утки и их родственники, медленно и строго продолжал Буба, откладывают зеленоватые яйца в знак связи с водой. А есть и такие птицы, которые не прячутся ни в дупле, ни в норе, ни у берега, и гнезда легко увидеть на ветках или даже на земле. Он загадочно помолчал и спросил. Как думаешь, какого цвета скорлупа у яиц таких бесстрашных пернатов? Никакого. Они сразу рождаются. Без скорлупы. Потому что ничего не боятся. Тут же ответила я, но, как всегда, неправильно. Конечно, все не так. Буба деловито цокнул. Тут самая интересная история, потому что они откладывают яйца, которые по цвету похожи на то, что рядом. Чтобы голодные глаза их не заметили и острые зубы до них не добрались, уточнила я. Примерно так, сказала волк, блеснув клыком. Он любил и других птиц. Тех, которые остаются зимовать у нас. Робких куропаток, зеленогрудых глухарей, красноголовых тетеревов, пестрых лесных рябчиков. И не замерзнут они. Снег защитит их от холода. Почти круглые сутки будут эти красивые птицы прятаться от мороза в снегу. А пока еще все крылатые в сборе, и те, кто улетит, и те, кто останется. Пока еще полны жизни утиные гнезда, уютно уложенные теплым пухом. Вороньи, сорочи гнезда, из щепок и веточек, жилища тетеревов, незамысловатые ямки между камнями или кочками, спрятанные под деревьями и травой. Новая земля. Гагун Папака. Страшная лодка. Есть среди крылатых тот, для кого наши края настоящий курорт. Скоро он прилетит сюда на зимовку из царства снежной королевы. С архипелага в северном ледовитом океане мечтательно произнес волк и поднял нос к небу. Я тогда понятия не имела, что такое архипелаг. Само слово казалось мне похожим на динозавра. Из букв вот-вот оживет и набросится. Волк уже привык, что я ничего не знаю, и объяснил. Архипелаг – это несколько островов-братьев, они похожи друг на друга, и происхождение у них, как ты понимаешь, одинаковое. То есть они произошли от одних родителей, уточнила я. От вулкана, материка или даже коралла. Ого! Ничего себе! Как так от коралла? У бабушки есть коралловое кольцо, значит, от него тоже может произойти остров? Я представила себе, как просыпаюсь однажды утром, а в квартире, вместо квартиры – остров. И тут же мой остров населился умными, дикими животными. В спальне устроился белый медведь, на кухне тюлень, а в ванной разместился бегемот и принялся задумчиво жевать траву. Пубо посмотрел на меня и махнул лапой. Мол, кому я рассказываю про происхождение островов? Запомни главное. Архипелаг – это семья островов, которые всегда рядом. Вот бы и в жизни было так, подумала я. Чтобы всегда рядом. Ведь получается, это у островов. Но острова не летают, а папа все время улетает в далекие страны на большом сером самолете. Архипелаг, откуда к нам на зимовку спешит самая любимая птица Буба, называется Новая Земля. Там живут страшнейшие из всех ветра, настоящие ледяные горы, и еще там невероятно холодное лето. Так что наше Заполярье – это Африка для привыкшей к Арктике птицы. И, пожалуйста, не путай Африку и Арктику, добавил волк. Потому что ты можешь. А птицу, о которой рассказывал Буба, зовут Гага. Она на самом деле удивительная. Во-первых, это утка, но большая, почти как гусь, и необычная. Гага умеет жить там, куда далеко не каждый рискнет просто приехать. Она не боится ни колючего ветра, ни холода, и почти в любую погоду кружит над морем и в самой воде перебирает лапами. И волны ей не страшны, и глубины она не боится. И научилась нырять, как водолаз, очень-очень глубоко. Скоро прилетит и мой старинный друг. «Гагун», — радостно сообщил волк. «Он смелый и умный. Мы с ним знакомы уже девять лет. А так, ему все двенадцать». «Двенадцать лет?» — удивилась я. «Какая старая птица!» «Какая старая птица!» «Старше меня!» «А долго они живут, эти большие северные утки?» — спросила я. «Я бы желал моему другу прожить все тридцать семь лет, как прожил самый известный долгожитель среди гаг, и даже больше. Но вы, птица гага, обычно навсегда улетает с земли, прожив восемнадцать лет в Арктике, и восемнадцать зим у нас». Взрослые говорят, что восемнадцать лет — это немного. Почему тогда гага умирает? Понимаешь, умирают все. И тот, кто родился гагой, и тот, кто родился человеком, и даже тот, кто родился островом. Только каждому выдали свое время. И, наверное, какой-нибудь мшистый камень смотрит на людей и не понимает, почему они умирают. Не доживая даже до ста пятидесяти лет. А ты понимаешь, почему? «Это не мое волчье дело», — взмахнул хвостом Буба. «Мое дело наблюдать, есть мышей, спать и радоваться, когда прилетит папака. Так зовут моего крылатого друга. Я загрустила, потому что даже у совиного волка был друг, а у меня нет. Дело не в том, что со мной никто не хотел дружить. Дело в том, что тот, кто хотел дружить со мной, просто не знал, где я. Мой дом был закрыт от целого мира, и нужен был специальный пропуск, чтобы попасть в наш городок, где жили взрослые и самолеты. Самолеты и взрослые. Они улетали и возвращались, а я думала о других городах и сильно-сильно прижималась лбом к оконному стеклу. Вдруг с той стороны что-то изменится, появится кто-то и позовет играть. Я еще не знала, что такое дружить, и мне было интересно, как это. Буба, расскажи про Папака. Какой он? И почему он твой друг, а ты его? Почему кто-то становится другом так же удивительно и просто, как то, почему зимой идет снег, а летом расцветает лютик? В дружбу входишь, как в реку, не знаешь, что там на дне. Камни, коряги. А стекло? В прошлом году я нашла в речке осколок. Может, и стекло, острое, неожиданное, но потом ты окунешься и поплывешь. И больше не страшно? Или не окунешься и выходишь из воды? Предположила я. Именно так. Папака был уже немолодым гагуном. Всю жизнь он прожил на архипелаге Новая Земля и в нашем Заполярье. Коренной народ на архипелаге немцы. От них и досталось птице такое странное имя. Правда, самих немцев теперь не встретишь на Новой Земле. Они живут на берегах реки Печоры. Каждый раз, прилетая на зимовку, гагун рассказывал Буба обо всем, что происходило на далеком северном архипелаге. От забавных случаев с песцами и белыми медведями до истории о подземных взрывах, которые то и дело сотрясали землю. Папака говорил, что эти взрывы устраивают военные люди, живущие на острове, что так они изучают свое странное и страшное оружие. Бомбы. «Если такая бомба упадет на город, никого не останется. Ни людей, ни птиц», вздохнул Буба. «Но для чего они, эти бомбы?» спросила я. «Разве не странно придумывать бомбы и взрывать их под землей? Как бы понарошку, как бы пробуя, что получится, чтобы однажды какая-нибудь из них упала на город, на всех жителей, на их дома и разрушила все, что так долго строили. Потому что, если бомба где-то есть, она непременно когда-нибудь окажется где-то еще». «Я не знаю, для чего они людям», печально произнес Буба. «Я всего лишь волк. Мне никогда не понять смысла вашего оружия. Но я знаю, что птицам, зверям и даже лишайникам плохо от этого, от радиации. Это злейший враг обитателей земли». «Радиация? Какое странное имя, подумала я. А как она выглядит? Наверное, она огромная, с длинными руками-щупальцами. Может, у нее даже клыки торчат в разные стороны. И еще у нее спутанные волосы и платье черное из вороньих перьев. «Радиация!» повторила я. Волк задумался. Сложно объяснить. Вот есть я, например. Если ты близко-близко подойдешь ко мне, то почувствуешь, что я теплый. «Я верю тебе», поспешно сказала я и подумала, что лучше не буду близко-близко подходить к волку. Хотя бы и совинному «Волк есть волк». Это тепло продолжал он, как поле вокруг меня, невидимое, конечно. «И если ты выпадешь в это поле, никакого вреда тебе не будет. Разве что я захочу тебя съесть. Но я не захочу. Я на мышиной диете». Волк грустно вздохнул, вытащил из ямки припасенную мышку и проглотил ее. У злого оружия с новой земли тоже есть поле. Но тот, кто попадет в него, может заболеть. Сильно. На всю жизнь. Или даже умереть. Волк причмокнул и кладкнул зубами. Папа, как говорил, что когда-то тут, в море, затопили огромную подводную лодку. Люди называют ее «атомной». В ней столько радиации, что на полморя хватит. И она до сих пор там? Да. Лежит на дне в темноте на глубине 75 метров. А Папака откуда знает про это? Папака много чего знает. Он дружит с глубоководными рыбами. Они и сказали ему про подводную лодку, про то, как она покоится на дне. Она страшная, большая, всеми покинутая. И зовут ее К-27. 27. Это число моего рождения. Мне стало немного не по себе от того, что именно эти цифры назвали пугающие рыб подводные военные чудовища. А что такое К-кит, крылья? Ну, конечно, корабль. Крылатый, китовый корабль 27. Ну, почему 27? Мне больше не хотелось думать об оружии, мертвых лодках и опасности. Мне хотелось побольше узнать про Папака. И я спросила, а что еще любит твой друг, кроме разговоров про новую землю? Оказалось, что Папака настоящий любитель приключений. В то время, как все гаги летают низко-низко над водой, он научился кружить высоко, выше всех других уток. Хотя, получалось, это у него неуклюже, и многие над ним смеялись, со всей высоты Папака видел землю совсем иначе. И когда он пролетал над берегом, морской заяц махал ему ластами, и когда он пролетал над тундрой, песец махал ему хвостом, и северный дикий олень приветствовал его. А когда он пролетал над гусиным озером, пресноводные рыбы собирались в стаи, прятались в водорослях и камнях. Только арктический галец, редкая большая рыба, не боялся отважного гагуна и следил за его полетом. Но летать высоко полдела. Гагун Папака научился еще и нырять дальше всех. Самый известный водолаз среди гаг сумел добраться до глубины в 50 метров. А Папака не побоялся опуститься на 55. Под водой его крылья становятся, как весла, поэтому и плавает он быстро, не то, что ходит по суше. На берегу гаги бродят в развалочку. Медленно, лениво. Лапы у них неуклюжие, морские. Передвигаться по земле с такими трудно. Кроме того, что Папака бесстрашный, он еще и красивый. Шея и грудь у него белые, цветы подснежника, а на голове черная шапочка с зеленоватым отливом. Бока у него черные, с белыми пятнами. Выглядит он так, будто сейчас взмахнет крылом, и гагачий оркестр заиграет музыку какого-нибудь птичьего композитора. Детей у Папака было столько же, сколько перьев на его крыльях. Не сосчитать. Не все из его потомства выжили. Даже в арктическом климате хищники не дремлют и то и дело норовят подкараулить пуховичка птенца гаги. Но те, которые дожили до взрослого возраста и теперь летают над морем, гордятся, что у них такой отважный отец. Папаша, Папака, как дела? Куда собрался на этот раз? В небо или в воду? Со временем Папака полюбил смотреть на рассвет. Он как будто ждал от него чего-то большего, как будто у солнца должны были прорезаться крылья и захлопать и поднести его чуть ближе к северу, чтобы всем хватило тепла на целую долгую зиму. От других птиц он отличался тем, что научился не думать о еде и просто смотреть, произнес Буба. В этот момент я, конечно, подумала о еде, скоро обед, меня позовут домой, но я не приду. Я же тут сижу на берегу с совиным волком. Вот попадет мне. Как так? Неужели он совсем не любит поесть? Вопрос о еде не давал мне покоя. Еще как любит самое желанное лакомство для Папака – мидии. Но я хотел сказать, что мой друг мечтатель, и мечтает он не только о вкусном обеде или ужине, он мечтает о разном и даже о том, чего никогда не произойдет. Наверное, это не так необязательно, чтобы все мечты непременно сбывались, решила я про себя. Если бы они исполнялись одна за другой, мы бы тогда, наверное, знали, что произойдет в будущем, как бы скучно было жить тогда. Нет, это даже вредно, если все мечты будут непременно сбываться. жаба Агриппина. Мы прошли немного вглубь леса. Фу, закричала я, под листом щавели сидела большая серая жаба. Чего ты орешь, возмутился волк, что за манеры, кто так себя ведет, тем более при встрече со старшими. Со старшими, удивилась я, с чего ты так решил, ей что, сто миллионов лет, или она самая умная, она ведь просто жаба, жаба. Я не решил, я знаю, уверенно ответил волк. Видишь, какая она большая, только старые жабы могут быть такими, сказал он шепотом, чтобы жаба случайно его не услышала. Пойдем, пойдем подальше. И волк толкнул меня в спину хвостом. Пусть она отдыхает. Мы отправились к скрюченной березе и сели под ней. Я раньше никогда не думала, что жабы умеют быть старыми. И что? И как теперь? Что нужно делать, если вдруг встретишь большую серую жабу? Для начала не нужно кричать, заметил Буба. К тому же днем жаба может дремать и будить ее своим криком и топотом крайне невежливо. Но она такая некрасивая. Вот еще новости. Савина и перья в ушах волка закачались вправо и влево. По мне люди без шерсти вот и придумывают себе злое оружие. Не ругайся, Буба. Не все люди такие. Многие добрые, плохих людей тоже не любят. Волк замолчал и задумался. Даже загрустил. У него, видимо, были свои причины так говорить о людях. Нужно побыть волком, чтобы понять его. Мне хотелось еще узнать про жабу. Я прервала его размышления. Хорошо. Я больше не буду кричать, когда я ее увижу. Обещаю. Ты с ней знаком? Я эту жабу знаю давно. Ее зовут Агриппина. Она присматривала место для зимовки в корнях моей сосны. Мне это, конечно, не понравилось. Я рыкнул, она надулась. Так мы и познакомились. А разве жабы не под водой спят? Под водой жаба и десяти дней не проживет, сказал волк и поднял переднюю правую лапу в знак того, что он большой специалист в жабоведенье. На зиму они прячутся под землю или в корнях, везде, где, по их земноводному мнению, можно укрыться от холода. Северные жабы особенные. Подумай только, пережить заполярную зиму без единой шерстинки на теле. И все, все переживают. Волк ухмыльнулся. Далеко не все. В холода все внутри жабы замирает, она становится похожа на опустевший дом, и часто жизнь туда больше не возвращается. А сколько они живут? Как папака? Вот бы папака жил столько, сколько может жить жаба. Волк посмотрел на небо. Скоро совсем скоро прилетит его любимый друг, и будут у них свои разговоры, воспоминания, и папака расскажет ему то, что никто и никогда больше не расскажет. С жабами вот как, продолжал Буба. Если ничего им не угрожает, они могут и 30 лет прожить, но я не представляю себе такого, чтобы в лесу им ничего не угрожало. А кто может помешать им дожить до 30 лет? Ну, я, например. Ты волк? Буба отвернулся и опустил острый нос к земле. Понимаешь, такая жизнь. Иногда в лесу бывает совсем нечего есть, ни мышки даже. И тогда волки, не только я, все волки могут посмотреть и на жабу, как на еду. Даже на старую Агриппину, которая отдыхает под листом? Нет, ее я знаю и есть не буду. К тому же она и правда старая. Жабы и так скажем не деликатес, а старые тем более. Так что Агриппина пусть спокойно доживает свой жабий век. Если, конечно, не замерзнет в одну из зим или не попадется в кокоти голодной совы или в лапы еще какого-нибудь зверя. Как сложно быть жабой, вздохнула я. И ко всему прочему, никто в целом свете их не любит, потому что для всех они только еда. Да еще еди вкусные. Еда на случай, когда больше нечего есть. Не совсем так. Жабу любит ее родное место, и она тоже его любит. Когда-то, помню, был неподалеку отсюда пруд. В нем жили большие серые жабы. В холода они, как и полагается, уснули. Волк сощурил глаза. Так он вспоминал далекое. Но люди решили засыпать пруд землей. Воды в нем, как не бывало. И вот вернулось тепло. Неуклюжие жабы выползли из своих норок и пошли туда, где жил пруд. Потому что они всегда помнят родной водоем. Даже если их перенести к другому, они все равно вернутся и пойдут искать свой. Единственный. Вот это верность удивилась я. Редко подтвердил Буба. Представь себе, как они сонные после тяжелой зимы, еще не привыкшие к свету, под слеповатыми глазами смотрят на то место, где был пруд. И не находят его. Нет больше пруда. Я подумала, что вдруг я сейчас приду домой и не найду дом, потому что кто-то решил его, например, разобрать. На песчинке я стану возле исчезнувшего дома. И так мне захочется попасть в свою комнату, посмотреть на двор из окна, скрипнуть дверью, почувствовать под ногами пол. Тогда я по-настоящему пойму жабу, которой некуда больше идти. Мы еще немного побродили по лесу. Волк учил меня замечать, рассматривать, запоминать. Его маленькие лапы ловко обходили камни и кочки. Почти бесшумно он шел впереди, раскачивал пышным хвостом. Так он радовался концу полярного дня. На севере понимаешь, что даже конец, это на самом деле еще не конец, это переход. Лишайники Не нужно идти, сказал волк. Мы сегодня с тобой и так заболтались. По пути домой остановись у пня. Он там один такой. Этот пень зовут Анандр. Раньше он был сосной, а теперь покрыт лишайником. Посмотри на него, какой он старый и красивый. И не забудь передать привет от совиного волка Буба. А когда мы увидимся снова? Дай подумать. Пушистые перья зашевелились в ушах совиного волка. Приходи к великамню первого декабря. Будем встречать полярную ночь. Почему так долго мне не терпелось снова поговорить с Буба? До декабря еще целая жизнь. Значит когда мы встретимся в следующий раз ты будешь взрослее на жизнь. Так даже интереснее заявил волк. развернулся и пошел. Кто его знает куда? Может свою тайную нору, может по секретным волчьим делам. А я еще постояла немного посмотрела ему вслед. пушистые перья торчали из ушей и нежно покачивались вверх вниз. Вверх вниз. По дороге домой я думала о лишайниках и вспоминала то, что рассказал о них Буба. Кто бы мог подумать, что эти невзрачные северные обитатели такие интересные существа. Вы когда-нибудь видели лишайники? Если видели, то наверняка считали его чем-то вроде травы. Даже если не думали так, то точно не догадывались, что это союз грибов и водорослей. Конечно, очень древний союз, которому точно не меньше, а может и больше 400 миллионов лет. Не удивляюсь, если еще через 400 миллионов лет, когда может и людей уже не будет, когда произойдет столкновение нашей планеты с другой или еще что-нибудь такое, выживут только лишайники. Можно сказать, они и так уже выжили и победили все на свете. Самый старый из них живет в Гренландии и ему, как говорят, около 4500 лет. Если бы только он умел разговаривать или писать, скольким бы он мог поделиться с нами? А с виду мелочь, пятнышко на камне. Главное здесь присмотреться, каких они разных цветов, от ярко-рыжего до светло-сиреневого, какие причудливые у них формы, особенно у тех, кто живет на камнях или деревьях. Одни лишайники похожи на монеты, другие на карты, третьи на следы непонятных зверей. По дороге мне действительно встретился пень. В общем-то он всегда там стоял, но я понятия не имела, что его зовут Анандр, что он был сосной, что красивый желто-зеленый камзол на нем, это и есть лишайник. Сколько раз я видела этот пень, но никогда мне в голову не приходило, что у него может быть история, имя, что он когда-то назывался деревом и знал совсем другую жизнь. Дорогой Анандр, вам привет от цариного волка, Буба. Можно я потрогаю ваш наряд? Он такой красивый и необычный. я старалась быть вежливой. Не хватало еще, чтобы Анандр сказал Бубу что-нибудь плохое про меня. Но пень молчал и молчал, хотя, как я надеялась, расслышал мои слова. А все же его молчание и, вероятно, не очень хорошее настроение не помешали мне внимательно изучить одежду старого пня яркий лишайник. Он оказался немного влажным и бархатистым, неужели это и в самом деле гриб и водоросль? Как бы то ни было, с таким веселым лишайником жить на свете гораздо лучше, чем без него. Я отправилась дальше. Под ногами тихо, даже как-то робко лежал серо-зеленый мох. Я вспомнила, как мы брели с волком вдоль берега, и я ногой разворошила моховое семейство. А волк деловед заметил. Ягель! Я кто? подумала я, но постеснялась переспросить. Ягель, повторил Буба. Он же олень мох. Так называется то, что ты только что бездушно, жесткосердечно, холоднокровно и каменно ножно потревожила. Так ведь он не живой, удивилась я. А это всегда вопрос, кто у нас тут живой, а кто только притворяется. То, что у тебя есть рот, ноги или, например, хвост, еще ни о чем не говорит. Весь долгий путь в 149 шагов до самого утиного пристанища волк молчал, но я догадывалась, что он размышлял о чем-то сложном, о том, как узнать наверняка, живой кто-то или нет, если с виду он живой, но на самом деле любви и радости в нем не больше, чем в горстке песка. И немножко, совсем чуть-чуть он рассказал мне про ягель. Когда выпадает снег, этот кустистый мох будет чуть ли не единственной пищей большого северного оленя. Ток-ток, разроет олень копытом снег и полакомится. Боба забавно показывал, как олени умудряются достать ягель из-под снега. Но они не единственные любители пожевать лишайник. Ему рады и лоси, и разные красивые и противные насекомые, и даже улитки. Так что, если лишайник растет на пути северных животных, не судьба ему дожить до того времени, когда мир станет совсем другим. Но зато он спасет от голода диких оленей. И это уже настоящее большое дело. Редактор субтитров А.Семкин